Сын 16 лет, в 10 классе. Постоянно с друзьями вопрос смерти, то есть подросткового суицидия. И как понять... Вопрос смерти у кого поднимается? Где он? У ребенка. А? У ребенка нежелание жить. Он не хочет жить? Да. Это ваша проблема, не его. Что делать? Нужно в доме создать атмосферу служения Богу. Нужно повесить иконы, молитвы включать, духовную музыку, смотреть вам хотя бы духовные фильмы, святых людей. Нужно начать идти к Богу. Если вы пойдете к Богу, от вас будет исходить определенная сила, которая будет мотивировать это делать, вашего ребенка. Потому что дети всегда находятся в атмосфере родителей, у них нет своей атмосферы. Вот допустим, если ребенок играет в компьютерные игры, надо посмотреть, чем занимаются папа и мама. Если они в это время, мама болтает по телефону, папа смотрит телевизор, значит разницы никакой нет. Они создали атмосферу, в которой люди не развиваются, значит дети тоже не будут развиваться. Ну то есть нужно менять свою жизнь, и дети тогда начнут менять свою. Но если вы, ну, находитесь в депресснике, а так оно и есть, сами, то ваш ребенок будет тоже находиться в депресснике. Все. Это проблема не только у моего ребенка, у них коллективное отношение к смерти, у них вообще очень такое, легкое, я бы сказала. Да, конечно, все помогут. Если вы меня не слышите, значит я тогда буду говорить вам то, что вы хотите. Я вам сказал, как решать проблему. Не хотите, можете мне доказывать все, что хотите. Я говорю о вашем ребенке, атмосфере в вашем доме. Класс всегда заменяет атмосферу в доме. Вот когда атмосфера в доме плохая, тогда ребенок тянется и ищет другую атмосферу. Его в доме атмосфера не устраивает, он ищет другую, интуитивную, и находит себе то, что может найти. Но если в доме хорошая атмосфера, она перетягивает его сознание. Всегда начинайте в жизни с себя. Ваш ребенок, ваша судьба. Не хотите решать ее сами, не спрашивайте меня. Ничего не получится, шансов нет. Сам обвинительный подход жизни, это и есть невежественное существование. Вот допустим, мы сидим с вами. Ой, какие плохие дети вокруг моего сына. Да, такие плохие дети. И это бесконечный процесс, который приводит к еще большему негативу. У Карцева была такая имморезская, он такой говорил, но раки были большие, но по 5 рублей. Но большие, а по 3 маленькие, но по 3. И так все имморезские, все угорали. Вроде бы он ничего не говорил, а угорали почему? Потому что люди этим занимают всю жизнь. Они просто мусорят в своей голове проблему. Один раз отметила в своей голове, что у сына неправильное общение. И 10 раз изменила атмосферу в квартире. Вот тогда будет хороший результат. Сама заодно подтянетесь тоже, потому что тоже в таком состоянии сознания находится. депрессии и разбитости выжижаетесь сейчас. И она обнимает свое сознание. Восстаньте против ощущения безысходности в своем сердце. Восстаньте против этого чувства. У вас есть определенный объем работы в сердце. Это просто судьба. И большинство людей воспринимает судьбу как обречение. Вот вы смотрите, у сына вот такие мысли, да? Вы думаете, все, ничего не сделаешь. Все в классе так думают. Все, капец. Моему сыну. Это называется пасовать перед судьбой. Вот, допустим, есть такая проблема, да? И что дальше? Дальше изменение вашего образа жизни, ваша молитва. И вы видите, как сын меняется рядом с вами. Вот, допустим, у меня жена не хочет рано вставать. Или женщины очень ленивые, они любят поспать. А надо, потому что она спит поздно. У ней из-за того, что она не встает вовремя, снижается иммунитет, постоянно простужит оттуда. Она уже замучилась простывать. А причина? Поздний подъем. Я, как бы, мягко говоря, об этом она не может, не хочет слышать. Хорошо, я тогда начинаю молиться, работать над собой. Принимаю судьбу сначала. Вообще ее не трогаю. Согласна, что она поздно встает. Потом дальше начинаю молитву, пытаюсь все поменять. Приходит время, она сама начинает вставать раньше. Все, находятся подружки какие-то. Потому что я прошел путь побед над судьбой. И все меняется в жизни моей жены. Я ее вообще не трогаю. А если ее пилить, будет еще хуже. Она вообще с ума сойдет. Понятно, да? Но, понимаете, если бы вы были жизнерадостной, вот такая вот, как девушка. Она уже столько сделала, чтобы найти работу. Я вижу, что осталось немного. Ей нужна поддержка, просто сказать. Оп! И все, и уже пошли, нашлась работа. Нужна небольшая поддержка. Она не знает, сможет она найти или нет. Я говорю, точно сможете продолжать. Но у вас другая ситуация. Вы не настроены правильно. Вы хоть попробуйте это сделать. У вас нет правильного настроя. Вы находите в подавленном, пессимистичном состоянии. Ваше чувство собственного слоя ушло вниз. Это уже все проигрыш в судьбе. Вы, как бы, не в бодром состоянии находите души. Вы воспряните духом. Ваш вопрос, почему? Я бы с вами уже говорила, я думаю. Здравствуйте. Коль речь зашла о работе, хотел бы задать вопрос. Последние, наверное, 2018 года с работой, ну, есть небольшая, как пауза. Небольшая, как сказать, снижение активности в работе. И хотелось бы как-то понять, чувствую, что не хватает образования. Активности где? Вы не работаете нормально или вам не дают работать? Ну, я занимаюсь обувью детской, и у меня снизились продажи. И я чувствую, что не хватает образования. Здесь все очень просто. Если вот вы продаете какую-то обувь, да, снизились продажи, что это значит? Это значит, что надо продавать какую-то другую обувь. Вот изучайте эту тему. Какую обувь сейчас надо продавать, чтобы продажи были лучше? Это же элементарная вещь. Вот такой, если девушка ходит в каком-то платье, смотрит, никто на нее не смотрит. Что надо сделать? Поменять платье. И посмотреть, как в этом. Если не в одном платье, вы поменяли все платья и не на вас не смотрят, значит, надо вас деньги менять. Все, вот такой метод. Ну, то есть, вы потом были эту обувь продавать, эту никто не покупает. Значит, меняйте в Москве. Приведу пример. У меня один знакомый, он взял просто, у него путик, вот в Москве куча вот электронных путиков этих, в этом месте, где он продает, там их 100, наверное. Ну, одни примерно одинаковые, там одно и то же примерно, ну, какое-то отличие есть. Вот где гарантия, что к нему займут? Он взял, поставил, веда радио, там, эту музыку, гарстовую, духовную, поставил, включил там бутики. Ну, предался Богу, так сказать. Сразу народ попер туда. Везде, в каждом бутике, что-то там какая-то музонка какой-то. Но у него вот именно такое. И люди чувствуют там вот, ну, доброту какую-то. И они у него по два раза возросли продажи. Все. Понимаете, другой у меня один знакомый, он возглавляет крупную фирму. И он вообще придумал такой метод, он, короче, взял и на 15 минут включает своим сотрудникам лекции, мои лекции, люди, ну, именно менеджеры. Они садятся, 15 минут послушали, и он задает, интересно, кто-то все спрашивает с ним и задает их вопрос. Из них они разделились на три категории. Одни вообще, как бы, говорят, можно, я не буду ходить. И вот сразу же он говорит, да, конечно, не ходить. Вторые, как бы, сидят, тупят. Третьи, как бы, ну, слушают, ну, тупят. А третьи, они начали изучать, развиваться. И это очень крутой метод, потому что те люди, которые не хотят слушать, что они вообще, как бы, не хотят развивать свой разум. Эти люди не лидеры, хоть они менеджеры, их не надо развивать, они тебе не помогут. Тем более, что в них нет совести, она не работает. Вторые, вторые люди сидят, слушают, тупят, как бы. Это значит, что они получше, но они все равно не лидеры. А третьи, которые, да, там, давай, все, их надо развивать, иди обучают. Ведь это люди, способные к развитию, у них разум способен двигаться, развиваться. Вот он применил этот метод и создал себе вот такую команду управленцев. Классно? Ну, просто изучайте, как жить. Применяйте знания на практике. Оптимизируйте пространство свое, оптимизируйте сознание свое, своих подчиненных. И все пойдет вперед развиваться. А в плане оптимизируйте так, в каком смысле? Включите музыку, там, где работаете, включите какую-то музыку нравственную. Если кто-то начнет пищать, говорит, мне не нравится эта музыка, ну, значит, что, как бы, подарите ему весь мир. Найдите человека, который радостный. Вот представьте, человек заходит, атмосфера же есть, в один хлебный магазин захочет, даже хлеб там покупать не хочет, потому что атмосфера плохая. Но если там радостные какие-то продавцы, счастливые. И хлеб такой тоже заряженный, радостный. Понимаете, так и обувь заряжается людьми. Вот включайте духовную музыку, все ненужные люди отвалятся. Она сама, эта музыка, она все сделает без вас. Это вы имеете в виду больше внутреннее мое состояние? И ваши, и людей, которые вокруг вас. И обувь тоже. Я вам говорю, в двух направлениях действуют. Меняйте обувь. Постарайтесь выставлять новые варианты, смотрите, как они продаются. Все звучит. И второй вариант – это меняйте атмосферу. На другой можно какой-то продукт привезти. А? На другой продукт привезти, допустим, не обувь, а что-то другое. Продавать. Ну да. Будет то же самое. Зачем уже вы обувь продаете? Обувь же всем нужна. Зачем вы что-то меняете? Меняйте сознание. Меняйте сознание, предложение, как бы отношение к работе. По-другому настраивайте коллектив, чтобы они… И как бы развивайте то, что у вас есть. Зачем прыгать туда-сюда? Вообще я ошибся, я не прав. Знаете, лучше продавать рубашки, а не обувь, потому что обувь никому не нужна. Рубашки нужны, обувь не нужна. Нормальное мышление или нет? Я понял. Спасибо. Ну, ваш вопрос, мужчина рядом. Да? Олег Геннадьевич, добрый. У меня такой вопрос. У меня есть товарищ, он долгое время был без работы. Вот я его взял в свою… Ой, это была ошибка. Да, я ошибку не знаю. Он очень эмоциональный человек, он просто вам мозги выносит, наверное, сейчас. Он лахает, охает, меряет давление, проклинает жизнь. Я говорю, ну ты начни, жалуйся на здоровье, начни бегать. Что это я еще говорю? Бегать, Бог. Подарите ему весь мир. Ну вот, и я просто вот… Вы поймите, как повещать. И когда друзей не берет на работу, у вас дружеские отношения, вы хотите сделать деловые, потеряете дружеские деловые. Он очень хороший профессионал. Работу он свою сделает. Но все, что помимо работы, даже в одной комнате находиться нельзя, потому что это такое черное пятно негатива. Поменяйте человека. Я вам точно говорю, он разрушит вашу жизнь, вашу вот эту деятельность. Это испытание для вас. Вы сейчас… Как называть слабость сердца. Вы как бы… Вам жалко человека? И вы думаете, ну может еще что-нибудь поможет. Ничего не поможет. Он не хочет меняться. И вот в чем проблема. Это значит, что вы можете сделать следующее. Если вам жалко его, вы можете его отстранить от работы на неделю. И сказать, вот у меня такие условия. Если готов выполнять, приходи через неделю. Нет, до свидания. И у него будет выбор. Он как бы подумает, подумает и решит, что ему надо меняться или оставаться прежним. И это будет ваша любовь к нему. Вот так она сработает. Через строгость, через мягкость, бесполезность. Он вас не услышит. Я вижу человека. Он очень эмоциональный. Он как бы не сосредоточенный на работе на собой. Очень эмоциональный такой. Неустойчивый человек. Отличный. Руководитель должен учиться видеть людей. Надо лучше изучить людей по их поступкам, по их чувству, собственно, достоинству. Вот эта лекция тоже. Пришла собачке, как бы, пять дипломов. Ну, вот он так выглядит. Ну, и чувство собственного достоинства вниз ушло. Он подавленный выглядит, этот человек. Нельзя брать на работу. Это неуспешный человек. Вам нужен успех. Смотрите на человека. Пришел человек, непривязанный, по-доброму общается. Как бы, он хорошенную работу. Спокойствие. Понимаете? Посмотрите на человека. Если он, как бы, нормальный, жизнерадостный, склонен к работе, испытательный срок дальше. Вы же можете ошибиться. Не привязывайтесь к нему, не знакомьтесь, не дружите. Пускай поработает какое-то время. Посмотрите. Если, видите, не справляется, надо, надо до свидания поговорить. Потому что это его выбор. Он должен справиться. Это его выбор. Если он не справляется, вы за него выбор не сделаете. Вы не сможете его изменить, если он сам не хочет. Если человек не справляется, говорит, я хочу. Ну, дайте еще чуть-чуть времени посмотреть. Бывает, люди хотят, но не могут. Тоже нельзя с ними связаться. Мы не можем быть благодетелями для всех. Понимаете? Ну, допустим, я в Каштейнке, клуб «Благость» кормит нищих. Люди подходят, и мы можем для них только это сделать. Они не способны менять себя, эти люди. Они могут только кушать освященную пищу. Все. Это их возможности. И мы их кормим просто. Но это нормально, когда мы делаем что-то по возможностям для людей. Это нормально. Это хорошая благотворительность. Но если мы даем людям то, что они не могут сделать, это не благотворительность. У человека всегда два аспекта. есть на работе. Первый аспект – это профессиональный. А второй аспект – идеологический. Идеологическая атмосфера является ключом вообще к тому, чтобы коллектив жил. Вот если, допустим, у тебя автоматчик классный, да? Он суперстреляет, но он трус. Он не может как бы атмосферу поддерживать. Его нельзя брать на войну. Потому что он разрушит всю атмосферу. Вот негатив, он распространяется, он разрушает все. Поэтому всегда в любом коллективе в Советском Союзе мне очень нравится, что коммунисты были очень грамотными в этих вопросах. В каждом коллективе был руководитель и полит руководитель. Понимаете? То есть поддерживалась атмосфера в коллективе. Не давалось никому вести себя неправильно с точки зрения атмосферы. И поэтому было классно. Все там трудились радостно и так далее. Понимаете? Это очень важный аспект, атмосфера, в которой люди живут и работают. Вот если сейчас я буду читать лекцию, то я его выгоню. У меня такой случай был. Я читал для лидеров лекцию. Пришел мужчина, вообще в мусульманских одеждах, похоже, мулла какой-то очень серьезный, продвинутый человек. Ну, со своим, видно, учеником. Они пришли вдвоем. Я слово говорю, он комментирует. Я говорю, спасибо вам за то, что вы такой грамотный. Ну, может быть, вы прочитаете лекцию. Он говорит, я готов. Пошел читать лекцию. Люди говорят, нам не надо, мы хотим олег иначе. Я говорю, тогда люди не хотят садиться. И он не может остановиться, когда каждое слово, комментарий. Я говорю, вам придется выйти. Или слушать лекцию иди уходи. Он ушел. Все. Это его выбор, понимаете? То есть, ну, как бы, это его выбор. Надо человеку дать выбор, и все, и до свидания, если он не хочет. Иначе весь коллектив страдает. Передается сознание от одного человека к другому. По страшной силе. Ладно, мой хороший. Записки мне не пишите, потому что... Для работодателей объявление. Это уже было вы... Меньше профессионала. Да, да. Ну, хорошо, ну, у нас что-то вы перепутали. У нас здесь лекция по чувству собственного достоинства. У нас не биржа труда. Что такое вы у нас-то не туда. Не в труботву мы заехали чуть-чуть. Ладно, хорошо. Я начинаю лекцию, да? Можно? Можно. Пометните. После лекции можете подойти. Будьте первыми. Итак, чувство собственного достоинства — это такая структура психическая, которая указывает на то, как вы дальше будете жить. Если чувство собственного достоинства опустилось вниз, вы унижены. У вас депрессия, вы чувствуете себя плохо. Это значит, что вы будете жить плохо. Что бы вы ни делали, вы можете мальниться там, можете бегать, может, что хотите делать, но если вы унижены, значит, ничего хорошего не будет. Надо понять, почему вы унижены, в чем причина, что вас унижает. Есть только одна причина к унижению. Эта причина называется привязанность. Что значит привязанность? Это значит, что я хочу то, что мне по судьбе не положено. Ну, допустим, женщина замужем из-за богатого человека, допустим. Из-за того, что у нее много денег, она терпит от него все, что хочешь. Вот он издевается над ней. Это значит, что она его уже потеряла все. То есть он с ней долго не проживет, потому что как только человек униженным становится, он становится некрасивым, с ним жить невозможно. То есть единственный выход – это перестать зависеть от денег мужа. Уметь ей сказать ему по-доброму правду, принять судьбу, понять, что ты, как бы, вот, похоже, не дотягиваешь до этого человека. Но не имеет значения, нам нужно попробовать. Просто прими судьбу и начни себя вести, как достойная жена достойного человека. Не надо быть униженным, несчастным, замученным. Потом, допустим, в депрессию человек вошел. Тоже ничего у него в жизни не будет получаться. Он в депрессии бегает, допустим, там молится, аскезы совершает. Ничего толку, никакого нет, потому что чувство собственной достойности не дает воспользоваться этими ресурсами. Понимаете, оно оттянуло возможности у человека. Нужно собачке стать мягкой и пушистой, иначе шансов нет. Понимаете, и это означает понять, почему чувство собственного достоинства уходит назад, почему теплесняк возникает, почему люди хотят вешаться, почему они хотят закончить свою жизнь самоубийством. В чем причина вообще? Причина нет правильной веры. Понимаете, есть вера в невежестве, означает человек не верит вообще в человеческое счастье. Он думает, что здесь закон подлости управляет. Масоны управляют землей, какой-то клан богатых людей, здесь счастья нет, здесь все как бы настраивается на то, чтобы убить людей. Скоро война, скоро конец света. Понимаете? Это вера в невежестве. Она культивируется, там, средства массовой информации. Все плохо. У нас плохая страна, надо добавить, тогда будет счастливая жизнь. Вот здесь, вот в России, в Новосибирске в частности, здесь аномальная зона. Счастливой жизни быть не может быть. Все. Причем, такие люди, которые считают, что здесь аномальная зона есть в каждом городе и в каждой деревне. Это называется вера в невежестве. Вот кто из вас, у кого из вас открикнулось на то, что я сказал. Сказал, что здесь аномальная зона, счастья не может быть. Кто почувствовал так? Правда, Олег Иванович. Есть такие? Если есть, значит, у вас вера в невежестве. Вы не верите в счастье, вы верите в закон подлости. А если вы в это верите, значит, так и будет. Потому что человек всегда идет путем своей веры в жизни. Если вы считаете, что вам плохо, здесь плохо, значит, будет все плохо. Так и работает вера. Понимаете, если у вас вера в страсти, вы как бы верите в деньги и в власть, и у вас этого не хватает, и вы мучаетесь, ааа, тяжело. Вы сгорите, потому что это неправильная вера. Только правильная вера дает человеку деньги и власть. Понимаете, чтобы иметь деньги и власть, надо, чтобы чувство собственного достоинства стало сильным, радостным. И насколько оно будет сильной и радостной, настолько и получишь. Это значит, что прежде чем получить деньги, то есть чтобы были деньги, и было правильное положение в обществе, для этого нужно сначала принять то, что у тебя уже есть. Вот у тебя, допустим, нет денег, прими это, и тебе станет, ты станешь ближе к деньгам уже. Понимаете, вот те люди, которые стоят на улице и нищие, просят, дай, дай, дай. Они никогда не станут богатыми, потому что они не принимают судьбу, они злятся на всех, они считают, что им не повезло в жизни, они обмануты, несчастны, замучены. Для того, чтобы все нормально было, надо, значит, принять сначала. У тебя, допустим, муж вот такой вот, ну, прими его вот таким, это твоя судьба, и тогда тебе уже будет лучше. Ты сможешь его менять, когда примешь, потому что, ну, чтобы заплюнуть знание в сердце человека, можно это сделать только через трубочку доброты. Вот доброта у тебя есть в сердце, ты можешь ему знание, и прям в сердце зайдет. Но если ты не принимаешь человека, у тебя трубочки доброты нет, ты никогда ему знанием в сердце не попадешь. Он не примет, потому что если у тебя трубочка непривязни к человеку, злоба, отвращения, протеста, он никогда, твое понимание вещей к нему не зайдет, он не изменится, он никогда не станет другим, ты просто зря тратишь ление. Поэтому единственный выход – это принятие, чтобы принять человека, нужна сила. Сила берутся от природы, от добрых людей, с которыми ты общаешься, перенимаешь эти силы, и от Бога, к которым ты приходишь и морешься. Все. Если ты этого не делаешь, трех этих вещей, твое чувство, собственно, достоинства не встанет на место, ты не наполнишься силой, ты не примешь судьбу, и, значит, жизнь будет продолжаться, как она же была. Ничего не изменится. Ну, значит, ты сама таким осталась, каким была. У тебя, значит, ничего не поменялось взаимоотно. В конце концов, есть просто, понимаете, энергия влияния времени. Вот что она делает, это время? Она не только одна задача у времени, она всегда человека мучает, вот эта энергия времени. У нее нет других целей. Вот тело, оно старает постепенно, эта энергия влияет. Причем есть два типа старения. Есть постепенное старение, которое всех устраивает. Вот человек старел-старел, 90 лет умер. Всех устраивает, все согласны. Но есть циклическое время, понимаете, человек жил-жил, и бац, ему стало плохо, тяжело жить. А ему еще 20-30. Понимаете, это циклическое влияние времени, оно нахлобучивает человека. Зачем? Оно это делает. Как вы думаете? Чтобы мы развивались. Чтобы мы учились побеждать всю жизнь. Чтобы мы становились сильнее. В этом причина. Но если человек не хочет развиваться, значит, он убьет просто это время и все. Не хочет развиваться, даю тебе следующую жизнь. Там захоти развиваться. И ты рождаешься уже в этом состоянии, потому что не хочешь развиваться. У тебя вся жизнь уже так будет протекать. Или побеждай себя. Нет выхода. Понимаете, в этом мире нет выхода. Надо жить так, как надо, иначе будет хуже. Так устроен этот мир. И вы должны изучать эти законы. Вот, допустим, как время влияет на психику. Когда ребенок маленький, человек маленький, очень мало тяжелого времени, энергии, времени и психику заходит. Поэтому детство такое счастливое пора, все классно. Но с возрастом постепенно все больше заходит энергии трудностей. И в старости очень много заходит в единицу времени трудностей в человека. Зачем так Бог сделал? Ну, чтобы мы с возрастом все больше и больше работали над собой. И если человек так живет, он больше и больше работал над собой с возрастом, он не будет несчастным. Он в радостном состоянии идет из жизни с улыбкой на лице. Я видел таких людей. Они уходят с улыбкой на лице из жизни. Попадают очень высоко. Потому что они сдают свой экзамен. Богу очень нравится, когда человек так живет. Он получает большие награды потом. Как и те люди, которые радуют людей фруктами, цветами. Заряжается все, как у нас. Вы знаете, что это? Все заряжается сначала. А потом раздается. И здесь вот заряжается даже манга. Представляете? Ура! Не факт, потому что крикнул. Ура! Застанется. Ладно, мои хорошие. Это все хорошо. Двигаемся дальше. Итак. Изучайте, как правильно жить. Слушайте внимательно. Это очень важно. Если вы не поменяете направленность своей жизни. Если вы будете сильно привязаны к деньгам. Сильно привязаны к замужеству. Если вы будете сильно привязаны к тому, чтобы не повысить свое положение в обществе. Вы никогда этого не получите. Потому что вам мешает сама привязанность. Привязанность означает, что человек не может принять просто того, что у него есть прямо сейчас. Примите то, что есть прямо сейчас, станет лучше потом. Все. Такой принцип. Если не приняли, лучше не станет. Все будет только хуже. Бог дал такие возможности. Примите свой крест. Иначе чувство, собственно, достоинства не встанет в центр судьбы. Это значит, что энергия счастья не будет туда заходить. Все. Энергия счастья не заходит. Жизнь течет не в то русло. Еще раз повторяю закон. Смотрите. Вот есть судьба. Для того, чтобы туда, внутрь, заходила энергия счастья. Собачка должна стать мягкой и пушистой. Понимаете? Это значит, что надо принять судьбу. Чувство собственного достоинства должно ее окружить. Сказать, это моя судьба. Я согласна. Все. Сразу энергия счастья пошла вниз. Это значит, что вы хотите жить. Потому что у человека есть желание жить. Или желание уничтожить себя. Вот смотрите, есть только один вариант желания жить. Это ты принимаешь судьбу. Значит, ты согласна с своей судьбой. Значит, жили. Если ты унижена, значит, ничего тебе не поможет. Пока ты не согласишься с судьбой, ни энергия счастья внутрь не пойдет. Ты хоть бедный, хоть прыгай. Ничего не будет помогать. Понимаете? Тебе надо принципиально сказать. Я согласна. Может быть, чувство собственного достоинства сразу не поднимется. Но если ты сказала, я совсем согласна. И побежала. Тогда чувство собственного достоинства. Результаты энергии природы поднимется наверх. И ты будешь счастливым кусту.